привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и на днях в группе физика на фейсбуке я увидел одну очень своеобразную задачу которой хочу с вами поделиться а формулируется эта задача так нам дан график движения автомобиля на котором по горизонтальной оси отложено пройденное расстояние с а по вертикали откладывается средняя скорость автомобиля на отрезке от старта до данной точки а нам предлагается найти среднюю скорость автомобиля на том отрезке когда он двигался ускоренно то есть на интервале между отметками 2 и 10 километров представление данных в этой задачи конечно весьма непривычно и чтобы решить надо твердо опираться на определение средней скорости средняя скорость на данном отрезке пути равна отношению длины этого отрезка дельта с ко времени дельта т за которой он был пройден и вы можете попытаться решить эту задачу самостоятельно а потом посмотреть на мое решение расстояние дельта с в этой задаче мы знаем сразу оно равно 8 километрам а вот чему равно время дельта т за которое это расстояние было пройдено надо подумать и тут нам на помощь приходит все та же формула для средней скорости который мы перепишем виде дельта т равняется дельта с поделить на в среднее чтобы найти время за которое были пройдены первые два километра надо два километра поделить на среднюю скорость 20 километров в час получается одна десятая часа а чтобы найти время за которой были пройдены все 10 километров надо 10 километров поделить на среднюю скорость 60 километров в час и получается одна шестая часа в минутах это будет 6 минут и 10 минут а разность этих времен равна четырем минутам если минуты перевести обратно в часы получается одна пятнадцатая часа теперь делим 8 на одну пятнадцатую и получаем среднюю скорость 120 километров в час и тут некоторые люди приходят в жесткое недоумение и спрашивают как так на графике максимальная средняя скорость концу движения составляла 60 километров в час а у вас получилось средняя скорость на интервале 120 километров в час такого не может быть но ведь я все считал правильно и я думаю что вы сможете объяснить этот качественный парадокс ваши соображения пишите в комментарии под этим роликом на ю тубе